Музыка Уважаемые студенты 2-го курса европейских потоп Антижанского сельскохозяйственного и агротехнологического института. С вами на занятии по профессиональной психологии, кандидат в педагогическую науку, доцент Атахачаев. Нам известно номер телефона и прочее. Следующая у нас тема – деятельностная активность, эмоциональная мотивация, сфера личности. Значит, в первую очередь деятельностная активность. Здесь речь идет о чем? Начнем. Пресс рассмотрен в следующих вопросах. Значит, деятельность, активность личности при выборе профессии, когда вы становитесь, скажем, специалистом в своей образе, значит, важно будет что? Активность. Активность какая? Главным образом деятельностная. То есть, одним словом, фаулеатлик, фаулеаттаги фаулеик. Значит, это зависит от того, насколько вы стали специалистом в выборной профессии. И здесь слово нас волнует – активность. Активность, понимаем мы, отношения личности – средние, высокие, слабые и прочие направления. Значит, сегодня условия личной экономики, отношения. Значит, при любом положении, кем вы работали, где вы работали, все зависит от вашей активности. Как вы будете выполнять порученные знания. Производство, промышленные товары. Значит, вместо, скажем, трех вы должны выпустить пять, допустим. Или, скажем, в сельском хозяйстве, если человек будет активно стремиться вращивание, скажем, сельхозпродуктов, значит, он должен в этом направлении проявлять самую высокую активность. В этом отношении, значит, мы с вами рассмотрим следующее понятие. Действие, активность, знания, умения, навыки, деятельность, труд, игра, учение, эмоции, чувство, настроение, аффект, стресс, виды эмоций, мотив, потребности и мотивации. Здесь начнем, в первую очередь, что такое направление, специфические человеческие свойства. Это формировалось в труде, как активной трудовой деятельности. Совокупность действий, выполняя определенную общественную функцию, составляет определенный вид трудовой деятельности. Здесь очень характерно, опять-таки, с точки зрения профессиональной психологии. Что характерно? Именно в действиях формируется личность. Значит, насколько содержательно, насколько точно поставлена задача, мы говорим, об отношении субъекта. И в этом направлении характерны качества. И таким образом, как мы говорили, все это формируется при помощи трудовой деятельности. Иначе трудовая деятельность бывает. И физические, и умственные, а профессиональные психологии, выбранные профессии. Значит, чем отличается? Больше отличается в этом плане высоким уровнем знаний своей профессии. И это помогает личности прочно действовать в своей профессиональной деятельности, трудовой деятельности. Определение ученых. Это всегда деятельность, направленная на производство конкретного продукта. Я уже пример привел. Действие человека всего направлено на конкретный результат. Но в одно и то же время действие может дать множество различных результатов. Некоторые из них могут непроизволно, непредномерно воспоследовать из него. Но поскольку деятельность человека, и прежде всего трудовая, является деятельностью, сознательной, какой-то из этих результатов является непосредственно осознаваемой целью действующего субъекта. Сознательный, целенаправленный характер человека действия является специфической его чертой. И здесь очень характерно. Вот мы говорим слово «сознательный». Значит, есть знания по профессиональной психологии, данные вашей профессии. Значит, все знания должны быть сознательно осознаны. Что такое означает «сознательный»? Значит, понимание всех тех знаний, без помощи каких-либо, скажем, воздействующих сторон, воздействия. Значит, это раз. С другой стороны, у кого осознательно, значит, это доброжелательное отношение по собственной инициативе, понимание. Без всяких, скажем, диктовок, без всякого контроля, значит, сам осознательно происходит процесс деятельности в этом направлении. И здесь что характерно? Это человека деятельность посредством действий различных видов уровней. Обычно различают рефлекторные, инстинктивные, импульсивные и волевые действия. Рефлекторных действий вне инстинктивных не существует. Особенно рефлекторные – только движения, включающие различные действия. Здесь мы, с одной стороны, видим взаимодействие, взаимосвязь науки с практикой. Теперь общественная организация человеческой деятельности. Значит, человек живет в обществе, быть свободным нельзя. Значит, он может индивидуально работать, но хочет, не хочет, он вступает в отношения с окружающими людьми, с окружающим миром. Мы об этом говорили. Вот в этом направлении, значит, общественная организация – это совокупность. Совокупность. Значит, что характерно? Сам человек образуется, порождает своеобразный характер его мотивации. Значит, сегодня о чем мы говорим? Если выпустил товар, быстро закупали, продали, распродали, понимаете? И в этом направлении что? Есть действующие силы мотивации. Насколько? Значит, что характерно? Здесь характерно направление в этом отношении. Мы говорим, работа ландрыш и джазолаш. Поширение и наказание. Вот в этом направлении здесь характерно. Значит, чем больше реализуют, быстро реализуют товары, качественно, и, скажем, по установленной цене, значит, мотивация работает. Теперь в другом направлении служит проразделение труда непосредственно. Например, вы инженер. Инженер, скажем, на производстве или, скажем, фирма. Вы должны уметь распределить поручения, задания по характерам, качествам личности на месте. Значит, здесь вам поможет профессиональная психология. Значит, Абдраим выполняет за 10 минут, Мамараим выполняет за 7 минут. Это очень важно. Отсюда и, скажем, зарплата труда, прочее, прочее. Производительность труда, и авторитет, скажем, и уважение, и прочее, прочее. Теперь другое направление. Направляясь не на предметы, служащие для удовлетворения, его потребностей, не могут возникнуть инстинктивно. Здесь речь идет о интересных вещах, товарищи. Значит, служащие для удовлетворения своей потребности. Первая потребность – он работает. Он получает удовольствие. Он доволен результатом своего труда и эмоционально, и физически, и, в конце концов, материально. Получает огромнейшее удовольствие. Тогда и в его профессии обязательно производят качественные изменения. Теперь в другом направлении характерно создание человеком своих моральных обязанностей. Значит, быть на производстве, работать честно, понимаете? Хорошо в отношениях быть, хороших отношениях с коллективом труда, с руководством. От этого очень многое зависит. И перед ним общественная жизнь. Какое, значит? Значит, ему доверие. Поручаются более другие сложные задачи. И здесь в наиболее сознательных проявлениях поведения человека регулируют осознанные необходимости, в которые он обретает истинно понятие свободы. Значит, когда человек участвует в создании материальной ценности, когда у него высокие моральные качества, понимаете? И происходит, мы говорили о том, что у него происходит процесс самоудовлетворения, восхищения своим другом, гордиться, и эмоциональное состояние. И здесь очень хорошо, что он себя чувствует в этом направлении свободу по-настоящему. То есть он хозяин своего рабочего места, и в этом направлении идет процесс его возрождения. Теперь в деятельности человека образуются знания. У меня навыки, примириваются привычки. За что характерно? Значит, знание не стоит на одном месте. Особенно в профессиональной психологии договорится о том, человек, когда профессия достигнута, остановится, у него будущее. Значит, он должен работать самостоятельно, должен шагать жизнью, с требованиями рыночной экономики, отношений, то есть креактивность. Должен он создавать какие-то новые отношения и в промышленном плане, в личном плане и так далее. И здесь, когда знания превращаются быстрее, умения, навыки, то есть здесь речь идет о том, вот эти знания, умения, навыки, должны подняться, расти до уровня автоматизированного. И здесь человек не очень долго думает, потому что есть знания, есть они, эти знания, превращение в знания, умения, навыки, он уже автоматически их использует в своей профессиональной деятельности. Значит, навык, что такое? Сформированные, вот я уже говорил, автоматизированные, осуществляемые движения, не требующие сознательного контроля и специальных усилий для его выполнения. Очень важные качества. Это на плане образования, приобретение знаний, особенно автоматизированные, я уже говорил вам, что здесь важно, долго не обдумываясь, ссылаясь на навыки, умения. Человек все это задание выполнит за короткое время и сознательно, и на высоком уровне. Умение, способность выполнять определенные действия с хорошим качеством и успешно справляться с деятельностью, включающей эти действия. Значит, умение, что? Совершенствует формирование способностей личности. И здесь очень хорошо сказано с хорошим качеством и действительно говорит о том, что данный специалист справляется с профессиональной точки зрения своей деятельностью. И эти действия особенно должны быть систематизированы. И, конечно, результат должен приносить хороший результат. Теперь привычки. Действия или элементы поведения, выполнение которых стало потребностью. Слово потребность. Эхтиваж. В этом направлении, если человек хочет выпустить хороший специалист товар, здесь очень характерно, у него должна быть потребность, желание. Понимаете? И здесь характерно. Таким образом, трудовая деятельность совершенствуется первично не в силу привлекательности самого процесса деятельности, а ради более или менее отдаленного его результата, служившего для удовлетворения потребностей человека. Сам процесс труда может быть и обычно в той или иной мере, в той или иной части своей, бывает более или менее трудным, требующим напряжения, усилий, определения не только внешних, но и внутренних препятствий. Этому труду вырабатывались и для труда требуется воля и произвольное внимание и так далее, и так далее. И здесь очень характерно, что в этом направлении. Значит, человек, работая, мы говорили, должен получить удовлетворение, а с другой стороны, он должен преодолевать сложности при выполнении той или иной другой задачи. Это очень хорошее и важное качество. Если будет наоборот, это воздействие внешних факторов или, скажем, другие негативные качества, обязательно у специалиста теряется и качество, и результат, скажем. И поэтому мы говорим о том, что это должно быть произвольное внимание. То есть непосредственно выполняющие те или иные задачи. Прописия таким образом в процессе познания действительности. Труд тем или иным образом обозначает свое отношение к познаниям объекта, предметам, окружающим людям, идеям, явлениям, событиям, к той собственной личности. И это отношение проявляется в форме эмоций. Слово эмоции. Это особая сфера психических явлений, которая в форме непосредственного переживания отражает объективную оценку внешней и внутренней ситуации. Результат его на своей практической деятельности с точки зрения их значимости, благодарности или, скажем, неблагоприятия для жизнедеятельности данного субъекта. Например, мы проведем проверку эмоций. Часто мы говорим в мире поддаваются эмоциям. Вот, например, футбол. Все любят, особенно юноши. Когда любимая команда выигрывает и любимая команда забивает гол, хоть не хоть мы видим и личные, скажем, эмоции, и общественные. Одновременно, когда весь стадион встает на ноги и кричит, ура, скажем, благодарность. Это труд. И это, что говорится? Первое, радость. Второе, страдание. Когда человек неприятное, трудное продолжение к что-то. Эмоциональное состояние мучается человеком. Психики. Гнев. Гнев. Это страшное качество. Ненависть, да? Кроме, конечно, и этому должны, особенно при работе профессионально, например, руководитель, главный нижний, никогда не должен проявлять гнев к своим подчиненным. Понимаете? Это четвертое, страх. Что это означает страх? Коркунч. В взаимоотношениях, скажем, боязнь. Неуверенность, скажем, в своем выполнении заданий. Понимаете? Пятое, интерес. Знаем хорошо, значит, у человека, психология, должны, эмоциональные состояния, большая степень, интерес. Удивление, удивление чем? Скажем, своим достижением. Вместо, скажем, одной продукции, он выполнил более качественно, скажем, несколько продуктов. Седьмое, отвращение. Это плавание гнева, страха, отвращение. Джонадан Тоймак, Джонадан Теймак, отвращение. Значит, процесс трудовой деятельности, если он систематически выполняет ту или инаковую задачу, скажем, один предмет, может, надоест. Понимаете? И здесь у личности появляется. Или, скажем, в другом направлении, если руководит в плохих отношениях, если он всегда назряет на своих рабочих, что происходит? Отмешение. Это ненависть, с другой стороны. Презрение. Это тоже, с одной стороны, понятие близкое, слово отвращение. Это тоже в плане, скажем, ненависти и ненависти направления. Это может происходить, скажем, в форме прозрения. Таким образом, термином мотивации обозначают как минимум два психических явления. Первое – совокупность побуждений, вызывающая активность индивида в определенных степен эти активности. То есть мотивация как система факторов, детерминирующих поведения, то есть управляющих. Второе – процесс образования, формирование мотивов, внутреннего управления поведением личности человека, поддерживающий поведенческую активность на определенном уровне. Значит, профессиональная психология, особенно в плане мотивации формирования личности, здесь играет и основная моральная сторона поведения личности. От этого и зависит успех производства. теперь процесс образования, формирование мотивов, внутреннего управления поведением человека, поддерживающей поведенческой активности на определенном уровне. Здесь очень характерно, мотивация обуславливает целенаправленный характер действия. Повторяюсь, целенаправленный характер действия. мы часто уходим от этого понятия. При выполнении трудовых задач, скажем, мы должны акцентировать целенаправленности характера. И о этом речь пойдет. Вот здесь психолога, я знаю этого человека, московская школа, Леонцев, предложил рассматривать два вида мотивации. Первая, первичняя мотивация, основополагающая, проявляется форма инстинкта, влечение потребности, форма инстинкта. Это понятие тоже характерное. И действительно, когда речь идет об инстинкте, значит, это механическое применение той или иной, скажем, вид трудовой деятельности, не пропуская, скажем, через сознание личности, то есть переносится. Как есть, так и. Вот далеко пойдем, скажем, поздравить друг другом, познакомиться, приветствоваться, да, младшее поколение смотрит на это и он тоже начинает, скажем, сказать «Ассаламу алиаким», потому что сказал старше него, «Ассаламу алиаким». Теперь второе, вторичная мотивация, проявляется форма мотива. Мотив, в свою очередь, делится на внутренний и внешний. Мотив, это, мы говорим, механизм, действующий, ракетки, ручки, движущие, вот, например, мотор, масля, по точке зрения академика-психолога Леонтьева, который выделяет два вида мотивации, первое, мы говорили, первичная мотивация проявляется в форме инстинкта, влечения и потребностей, и вторая, вторичная мотивация проявляется в форме мотива, мотивы, в свою очередь, делятся на внутренние и внешние. Вот таким образом, мы, характеризуя сегодняшнюю нашу беседу, придем к следующему выводу. Эта мотивация, как правило, составляет не какой-либо один мотив, а сочетание совокупностей, так структурных и совокупностей, включающих внешние и внутренние составляющие этой понятия. И главный вывод, что мы с вами убедились, что профессиональные психологи при выборе профессии, особенно среди хозяйственных профессий, значит, сегодняшняя наша беседа играет особый рот. Именно профессиональные психологи должны использовать эти понятия общей психологии. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok